Недавно члены исполкома Измаильского горсовета рассмотрели условия функционирования благоустроенного мини-рынка на проспекте Мира. Между зданиями под номерами 19 и 21 планируют разместить 30 торговых мест, которые заменят собой стихийную торговлю возле бывшего магазина «Юбилейный». Наша задача в сжатые сроки выполнить работы, связанные с размещением организованной торговли. Я понимаю людей, которые проживают в домах, так называемые юбилейные, где все это с земли, где это шум до вечера, там это будет организовано. Там, во-первых, будет наличие лаборатории специализированной, там будет наличие туалета, там будет наличие организованных торговых мест, также там будут места, которые типа открытой торговли, где люди могут, которые не имеют павильонов торговать. И, во-первых, она будет соответствовать архитектуре города, а не то, что страшное находится на проспекте Мира под руководством Ивана Георгиевича Пушенко. Предприниматели уже подают заявления и готовы работать на условиях, предложенных городским советом. Прежде всего, павильоны предоставят бывшим работникам «Росинки» и «Временного рынка». Есть 60 заявлений от субъекта премьерской деятельности, которые готовы на условия городского совета. Это временные сооружения, это паспорта привязки, это плата за долевое участие в содержании объектов благоустройства 103 гривны метр квадратный. В соответствии со схемой, утвержденной решением исполкома, сооружения планируют расположить на пустыре рядом с Укрпочтой. Что касается так называемого рынка «Росинка», Андрей Абрамченко определил ближайшую задачу горсовета в расторжении договора аренды по данному объекту. Я до сих пор не могу понять, как можно жить в городе Измаиле и так его не любить, чтобы так его загадить, судиться с городом, самотверженно судиться, ничего не скажу. Для того, чтобы не навести там порядок. Давно бы уже просто можно было весь этот хлам убрать, навести порядок, организовать, к примеру, построить или не построить. Но это же ужас. Это туалеты в контейнерах. Это там ужасное антисанитарное состояние. Мэр добавил, что невозможно объяснить гостям города, когда те интересуются, что за сооружение находится в центре Измаила. Поверьте, очень некомфортно, когда приезжают делегации в город Измаил. Я не могу найти слова, которые бы объяснили наличие этого уродства на центральном проспекте города и почему город не может это убрать. Ну, таковы наши законы. Мы судимся. Мы не можем сегодня приехать трактором сюда сместить. Последнее время Измаил на глазах преображается. Появляются новые парки и скверы. Конструкции из ржавых железных листов никак не вписываются в обновленный облик города. Если мы в течение месяца полтора не решим, мы просто пойдем на тот шаг, который мы озвучивали год назад, помните, забором отнести. Вот так и сделаем. Забор обнесем, покрасим приятный цвет краски. Мы хотим это сделать цивилизованно. Но я вижу, не получится у нас цивилизованно. Придется действовать жестко, как мы это действовали летом, когда закрывали этот рынок. Следует отметить, что члены исполкома одиногласно приняли условия функционирования мини-рынка на проспекте Мира. И их уже опубликовали на официальном сайте города Измаила.